Приветствую вас на канале Masaga World и это видео о том, что делать, если вам надоела ваша шапка. Сейчас зима подходит уже к концу, ну потому что после Нового года у меня всегда конец зимы, наступает резко, если бы тогда, ну представим. Но, к сожалению, остаются какие-то пару месяцев, когда еще очень холодно и еще в тему носить, ну вот что-то такое меховое. Но шапка вам-то надоела? Что можно сделать в таком случае? Можно, во-первых, ее быстренько снять. Поправить прическу, посмотреть в зеркало, посмотреть на свою старую ободранную сумку и переделать шапку в сумку. Я расскажу вам, что я уже сделала и что мне осталось сделать. Если внимательно посмотреть на шапку, в частности на моей шапке пришита вот такая плоская часть, очень круто походит на сумочку. Я к ней уже пришила два кольца, покажу вам потом поближе клоузапы, два кольца и вот такой ремешок. Этот ремешок, ручку, можно делать любой длины. В данном случае я делаю сумочку для Даринки, поэтому вот этот ремешок, длина этого ремешка вполне себе достаточно для нее. Но если бы я делала для себя, я бы сделала очень такой длинный ремешок, чтобы носить его через плечо, разводимать такой. Также мне очень понравилась моя же собственная идея. Этот ремешок, ручку, просто привязать за кольцо и так она выглядит еще намного прикольнее. Этот ремешок я тоже сшила сама. Я пошла в магазин тканей, купила кожзам, очень тоненький, можно потолще, но тонкий и легче просто шить на моей машинке, которая не профессиональная, швейная. И сшила, сложила, завернула внутрь края и сшила, застрочила на машинке. Теперь мне осталось сделать только молнию. И молния тоже у меня нашлась в цвет, серая. Я ее вручную, скорее всего, вставлю сюда вот так. И у меня получится классная маленькая зимняя сумочка. Субтитры сделал DimaTorzok Вшила я молнию. Как видите, ее очень сложно найти здесь. Она сначала работала очень-очень плохо из-за того, что здесь по краешку идет шерсть. И она, конечно же, застрает. И вот в конце у меня осталось немножко шерсти. Я хочу срезать это вместе с вами, чтобы показать, как я это делала по всем остальным сторонам. Достаточно очень-очень тоненькой дорожки. Ее будет незаметно, что она вот прям вырезана. Но в то же время у вас с закрыванием молнии не будет никаких вообще проблем. Если где-то вы проверяете, что-то застряет, вы обрезаете это снова. Для этого даже можно взять какие-то маникюрные ножницы, либо вышивальные. И они даже будут лучше захватывать волоски и тоньше, аккуратнее обрезать. Вот такие ошметки получаются. Совсем немножечко срезано, но зато застревать ничего нигде не будет. Все отлично расстегивается и застегивается. Внутри осталось обрезать лишний хвостик, чтобы он не мешался даринке. И можно пользоваться. Вы видите, как классно она смотрится уже в носке. И я надеюсь, вам понравилась такая идея. Если хотите еще переделки сумок, жду от вас лайк. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Делитесь обязательно в комментариях своими креативными идеями, что можно сделать из вещей, которые вам надоели, будь то шапкой или старый свитер, например. Я люблю из свитеров шить подушки, если вы еще не видели. Напишите, я обязательно сниму, как я это делаю. И всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...